75-летний юбилей отметила одна из заслуженных сотрудников главного окружного музея Людмила Липатова. Исследователь, журналист, этнограф, автор многочисленных книг и статей, а также фотовыставок. А еще человек, бесконечно влюбленный в историю и культуру Ямала. Она внесла неоценимый вклад в сохранение культурного наследия округа, популяризацию его этнических и духовных ценностей. Чествование именинниц состоялось в музее на выставочном комплексе имени Шимановского. На юбилей собрались друзья, коллеги, высокопоставленные гости и журналисты. В их числе и съемочная группа Лабытнанского телевидения. Репортаж Ирины Волокитиной. Талантливые люди талантливы во всем. Жизнь и деятельность Людмилы Липатовой наглядны тому подтверждение. В 1975 году она, будучи дипломированным инженером-электриком, вместе с мужем и сыном приехала из Беларуси на Ямал. Так ее жизнь изменялась навсегда. Ямал ее уже не отпустил. Сначала работала на радио в Ярсале и уже затем поступила на службу в окружной музей. Здесь она провела четверть века. И здесь же сегодня друзья, коллеги и почетные гости поздравляли Людмилу Федоровну с ее юбилеем. Вам есть чем гордиться. Ваш жизненный путь, насыщенный важными событиями и достижениями, признание коллег в полной мере доказывает это. Ваша любовь к Ямальскому северу, стремление открывать все новые страницы его разнообразной, самобытной культуры, этнографии и истории, достойные самого высокого уважения. Людмилой Липатовой написано десятки книг, множество статей и заметок. Она автор многочисленных путовыставок в России и за рубежом, рассказывающих о жизни в тундре, обычаях и укладах коренных северян. Изучая Ямал, Людмила Федоровна объездила и прошагала в экспедициях километры дорог. Каждый раз из поездки привозила новые экспонаты и новые знания. Ее энтузиазм увлекал за собой других. После знакомства с ней Андрей Вахрушев, известный художник Ямала, всей душой полюбил культуру северного края и стал воспевать ее в своих картинах. Я погрузился в эту культуру, и сейчас, мне кажется, что интереснее этой культуры пока еще я не знаю. Здесь и первый век до нашей эры, и современное искусство, и все это живет так гармонично в одном городе. И вот именно человек, который вот это все может объяснить, рассказать, что из-за чего происходит, и почему это все так, как оно было давным-давно, и почему оно все еще живет, вот этот человек, я его могу сравнить с рекой Опи. Река Опи огромная, края не видно. Говорить о Людмиле Федоровне и ее достижениях можно много и долго. Целеустремленный творческий человек. По-настоящему всей душой преданный краю. Ветеран труда. Ветеран Ямала. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Неоцененный вклад, вносенный вами в сохранение богатейшей культурной и исторической кладовой Ямала, способствует сохранению накопленного опыта прошлого и открывает пути к сохранению потенциала Ямала в будущем. Людмила Федоровна Липатова – один из старейших сотрудников музейно-выставочного комплекса и сегодня в свои 75 лет полна силы, бодрости, оптимизма. Готова к новым научным свершениям и открытиям. Ее юбилей – это значимое событие в культурной жизни не только Салихарда, но и всего округа. Ирина Волокитина, Кирилл Сементьев. Программа «Время местное» Салихард. Продолжение следует...